Всем привет! С вами Игорь и сегодня я хочу рассказать или объяснить свое видение этой альтернативы, которой я занимаюсь и для чего она мне лично в моих обстоятельствах нужна. Вообще, моя альтернатива изначально, цель такая ставилась именно экономия, а не автономия. То есть автономия в моих обстоятельствах, она мне не нужна. Это чисто в моих обстоятельствах. Может у кого-то там плохая сеть, пропадает электроэнергия, скачет напряжение и так далее. Тогда да, я согласен, автономия, но мне просто в моих обстоятельствах она не нужна, она мне не эффективна, я с ней ничего с этой автономией не вижу, какую я буду иметь выгоду. Поэтому я изначально нацелился именно на экономию, то есть с помощью альтернативных источников энергии именно экономить. Подсчитал я, что примерно, если взять наши дома и потребление энергии нашими домами за год, за месяц было бы неправильно брать, потому что месяц от месяца сильно отличается. Летний месяц от зимнего – это разница потребления энергии огромная, потому что зимой отопление работает. То именно если брать за год, год от года он сильно отличаться не будет, то из 100% всей энергии, которая потребляется нашими домами, то примерно 90-95% всей этой энергии – это будет именно отопление и горячее водоснабжение. И остальные – это незначительно, буквально 5% – это всякие электроприемники в наших домах. Поэтому я нацелился именно изначально перекрыть вот эту потребление, вот эту львиную часть, закрыть альтернативными источниками энергии. И начал я это дело с ветряка, потом сделал тепловой насос, потом поставил панельки и в этом году доделал солнечный коллектор. На сегодняшний день я вам скажу, цель моя достигнута. Я вот эту вот 90-95% энергии, я закрыл этот вопрос потребления. Вот. И оно мне довольно таки хорошо, я вам скажу, экономит. Экономит все. Экономит деньги, экономит время, экономит здоровье мое, силы физические. Это я сейчас про дрова говорю. В принципе, оно одно и то же. Если топишь дровами, оно немного дешевле выходит за газ, но ты просто тратишь много времени, сил и здоровья. Если газом топишь, оно дороже получается. Вот. Ну, тебе надо просто больше работать. Ну, так что, работать и там работать, и там работать. Там работать, чтобы деньги зарабатывать, тут возле дров работать. Так что, оно получается как бы одно и то же. Вот. А моя альтернатива, тоже меня там спрашивали, почему у тебя солнечная электростанция без аккумуляторов, без инвертора. Ну, если я все использую сейчас для отопления и ГВС, то мне не надо, чтобы использовать солнечные панели, там пропускать эту всю энергию через аккумуляторы, потом через инверторы, потом опять же на бойлер пускать или на обогреватель. Я их напрямую пускаю на обогреватели и на бойлер. Вот. Кто не видел, можете посмотреть там. Я оставлю ссылочку на солнечную электростанцию, как я ее пользуюсь. Она у меня сейчас просто работает просто на нагрев. На нагрев бойлера в первую очередь. И там что остается уже, если уже бойлер нагретый, то оно уже пускается на обогреватели. Вот. И оно неплохо, я вам скажу, мне работает, мне нравится, как работает вот солнечная электростанция именно на нагрев. Она мне позволяет, позволила вот осенью, например, запустить тепловой насос аж в ноябре месяце. То есть до ноября месяца я спокойненько солнечными панелями грел водичку для собственных нужд и даже подогревал немного дом. Ну и там, конечно, и тепло было, и солнца было больше, поэтому хватало. С ноября месяца уже, конечно, электроэнергии от солнечных панелей стало намного меньше, холодней стало на улице, поэтому я запустил тепловой насос. Вот. И он у меня сейчас работает тоже на нагрев. Солнечный коллектор я использую тоже на нагрев. Панельки и коллектор, соответственно, уменьшится потребление электроэнергии. электроэнергии тепловым насосом. Вот. То же самое делает и ветряк. Ну, сейчас он у меня в данный момент стоит, там, опять в переделке модернизации и так далее. Короче, подзамучился я уже с ним, с этим ветряком. Вот. Вот. Вот такая вот моя концепция и видение вот этой все альтернативы. Вот. Что вот именно вот эти вот основная часть энергопотребления, это 90-95 процентов, я перекрыл альтернативными источниками энергии. То, что там осталось, ну, 5-10 процентов, это вот эти вот электроприемники домашние, там, холодильник, телевизор я уже даже и не смотрю, он у меня благополучно поломался. Я ее даже и не ремонтирую, не хочу и не вижу смысла ее смотреть. Интернет есть, зачем тут телевизор. Вот. Там что там еще, ну, подзарядка планшета, там, компьютера у меня нет, там, что-то еще какие-то. Ну, короче, вот эти вот все остальные домашние электроприемники, они берут настолько мизерную часть энергии, что, ну, городить мне, мне городить для этого всего аккумуляторов каких-то там кучу покупать, там, за много-много денег инвертор автономный, я не вижу смысла. Ну, короче, я плачу за электроэнергию минимальные суммы и я не вижу в этом никакой экономии пока что. Хотя, ну, в моих это обстоятельства. Я говорю сейчас про свои обстоятельства. Хотя, у других могут быть другие обстоятельства, другим людям будет выгоднее именно автономия. Вот. Ну, у меня на первом месте это экономия. Не автономия, а экономия. У меня сеть нормальная, там, напряжение не проседает, не выключают так, чтобы часто. Вот. Короче, я своей сетью доволен. Мне вот именно надо альтернатива для экономии. Именно для экономии. Вот. На перспективу. Вот эти вот все альтернативные источники, я вам скажу, я так думаю, я думаю, что многие со мной согласятся. Это очень перспективно. Очень перспективно. Очень перспективно. Так как во всем мире сейчас мы видим, развивается очень быстро вот эти вот вся альтернативная энергетика. И ветряки, и солнечные панели. Их клепают там миллионами штук. Эти панели, Китай особенно. Вот. Тепловые насосы. Я статистику приводил в видео, что такое тепловой насос. Вот. Как оно работает в том видео. Там я показывал статистику. Там по прогнозам, повторюсь, по прогнозам там какая-то контора считает тепловых насосов, тепловыми насосами в Евросоюзе будет отапливаться каждый, по-моему уже забыл, третий или пятый дом до 2050 года. Сейчас, уже сейчас отапливается каждый десятый дом в Евросоюзе тепловым насосом. Каждый десятый дом. Представьте себе. Вот. А до 50-го года, по-моему, или каждый третий или каждый пятый будет. То есть, видим, да, какой рост вот этой всей альтернативы. Поэтому, альтернатива перспективна. Она перспективна. Очень перспективна. Еще, вдобавок, хочу вам показать вот такую вот квитанцию. Я думаю, в Украине они всем приходили. Вот такие вот квитанции. И тут расписывается все производство электроэнергии. Производство электроэнергии в Украине. Я не знаю, в России приходили такие квитанции или нет. Ну, суть этой квитанции в чем? Весь смысл. Нас готовят вот этими вот ценами. Тут вот именно что тут указывалось смысл этой квитанции. Здесь указывается цена на электроэнергию в Евросоюзе. В Евросоюзе. И тут некоторые страны приведены самые ближайшие к Украине. Это Румыния, Польша, Словаччина и Чехия. Вот. Почем здесь в этих странах электроэнергия? Для сравнения. То есть, людей уже как бы морально, морально, психически подготавливают к повышениям цен на электроэнергию до европейских цен. Вот. Например. То есть, как это они выложили. Вот, например, первая стоит графа. Украина. Рубль 29. Хотя это за двадцатый год. Я не знаю, где на такую цену взяли рубль 29. Может, это средняя просто. Между 90 копеек и рубль 70. Хотя 90 копеек уже отменили. Как вы знаете, с первого числа 2021 года, 1 января, уже этот тариф до 100 киловатт не работает. Вот. Украина. Рубль 30. Румыния. 4 гривны 14 копеек. Это сейчас уже. Польша. 4 гривны 39 копеек. Ну, это переведено на наши деньги. Словакия. 5 гривен 57 копеек 1 киловатт час. Чехия. 7 гривен 0,5 копеек. 7 гривен. Представьте себе. Ну, вот, судя из вот этих вот всех стран, самая дешевая электроэнергия это в Румынии. 4 гривны 14 копеек. 4 гривны 14 копеек. Даже если у нас поднимут за год, два, три, я не знаю, может за пять до такого уровня цену электроэнергии, вот представьте, 4 гривны 14 копеек. Это самая дешевая, дешевая в Румынии электроэнергия получается. Даже если они поднимут до вот этой вот, самой дешевой. Вот. То представьте, 4 гривны 14 копеек у нас будет киловатт час энергии. Ну, я думаю, для этого они присылают вот эти вот все нам бумажки, как бы нас подготавливают, чтобы мы не думали, что у нас очень дорогая электроэнергия. Не, если судить по всему этому, что здесь пишется, она у нас действительно самая дешевая. Ну, сейчас там я знаю, многие скажут, ну, у нас и зарплаты такие. Ну, да, но это уже как бы другой вопрос. И тут это не пишется почему-то. Вот. Так что на перспективу, опять же, мы видим, альтернативная энергетика будет тоже очень выгодно. Очень выгодно. Это и солнечные панели, и именно те, что электроэнергию выдают, альтернативные источники. Вот. Еще вот я хочу один момент такой заметить, что многие люди вот заметили у нас, особенно почему-то в нашей местности, так вот стыкаются с людьми и на ютубе, там переписываюсь, там многие по отоплению, все. Они почему-то люди вот у нас считают именно первоначальные затраты, вот на что-то. На то же самое отопление, например, на электрокотел, да. Первое, сколько это стоит? Вот они спрашивают, сколько это стоит, там сколько стоит тепловой насос сделать, сколько поставить стоит солнечные панели, там или коллектор солнечный, панели. То есть это типа дорого, типа дорого, да. Но почему никто не спрашивает или мало кто спрашивает, сколько это будет стоить в эксплуатации. Вот я считаю, что именно этот вопрос должен в первую очередь беспокоить людей. Вот сколько вещь, любая, в принципе любая, не тепловой насос, даже не о нем речь, или там солнечные панели, любая вещь взять, любой автомобиль, какой-нибудь насос, какая-нибудь вещь, компьютер, ноутбук, сколько эта вещь будет обходиться мне в эксплуатации. Вот этот вопрос самый главный. Не сколько это стоит первоначально, потому что это одноразовая выплата, понимаете. Вы насобирали, вы купили и все забыли. А вот то, что эта вещь будет тянуть у вас с кармана каждый месяц, это уже совсем другой вопрос. И вот именно вот эти вот расходы должны интересовать людей. Сколько каждый месяц у вас высасывает с кармана та или иная вещь? Или даже ваш дом, вот содержать ваш дом, отапливать, коммуналка, вот это все. Сколько это стоит каждый месяц? Сколько каждый месяц стоит содержать машину? Сколько каждый месяц стоит платить за отопление, или там за ремонт какой-нибудь вещи, эксплуатацию вот это вот, вот это должно ну что, вот это самое страшное это самые страшные расходы это именно вот эти вот ежемесячные, ежемесячные регулярные расходы, ты вроде бы получил там сумму какую-то да, определенную на руки там ну зарплату или если бизнесмен какой-то у вас свое дело, какой-нибудь доход получили, о, вроде бы да, сумма, о, нормально, но на самом деле, уже часть надо отрезать кредит часть отрезать коммуналка часть отрезать газ, свет там, все остальное, и что у нас остается для нашего использования, там для наших планов, каких-то проектов да ничего не остается практически ничего, потому что огромные вот эти вот регулярные расходы поэтому я всегда говорил и буду говорить люди, уменьшайте свои регулярные, ежемесячные расходы, сокращайте их как можно сильнее как можно больше вот если надо вложить в это деньги там, альтернативная энергетика там, что-то построить то лучше это сделать один раз, один раз за это потратиться но потом оно вам каждый месяц будет экономить какие-то денежки какие-то денежки и у вас появятся свободные деньги вы получите деньги, например, ту же самую зарплату, доход какой-то с бизнеса там, вашего дела и это будут почти все ваши деньги вы куда хотите их туда и тратите то есть вы уже меньше будете должны там за дрова, за газ, за свет там, еще за что-то вот на это я считаю надо обращать внимание вот именно еще раз сколько это стоит в эксплуатации сколько вам будет оно обходиться через полгода через год это вещь, понимаете потому что вот я же еще раз говорю что люди почему-то я не знаю почему считают и смотрят именно на первоначальную цену это неправильно это неправильно надо смотреть именно на эксплуатационные расходы сколько эта вещь будет обходиться в эксплуатации в ремонте за всю жизнь сколько у вас есть денег вот это вот мне кажется намного главнее намного главнее чтобы у нас были какие-то свободные деньги и мы что-то могли планировать проектировать и куда-то тратить на себя а не только на оплату каких-то коммуналок там ремонтов и т.д. и т.п. ну вот то что я хотел сегодня сказать вот так вот я пользуюсь своей альтернативной энергетикой вот и на сегодняшний день я вам скажу я перекрыл эту потребность вот в отоплении и ГВС вот эти вот 90 а вот и остальные там 5-6% которые я плачу электроэнергию потому что газа у меня вообще нет в принципе я его и не собираюсь и не хочу даже проводить теперь вот я могу и заплатить в принципе это там совсем мизерная сумма за электроэнергию у меня там приходит ну поэтому в моих обстоятельствах я еще раз повторяю в моих обстоятельствах автономия она как бы не оправдана неэффективна у меня я нацеленный направленный именно на экономию с помощью альтернативных источников энергии экономить свои деньги время здоровья силы вот так вот пишите что вы про это думаете может у кого-то какие-то мысли есть советы интересные может кто-то со мной не согласен ну все всем пока до следующих видео до следующих видео